Музыка Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Сегодня, первое воскресенье после Троицы, посвящается воспоминанию о всех святых. В этот день каждый из нас празднует свои как бы малые именины, потому что в Церковь вспоминает в том числе и тех святых, в честь кого мы названы. И именно на сегодняшний день падает особое чтение евангельское, которое мы слышали за Божественной Литургией. В этом чтении содержатся слова, которые очень часто шокируют человека. Даже верующие люди нередко обращаются с вопросом, как все это понять. И многим кажется, что слова Евангелия расходятся с самим Духом Евангелия. Вот эти слова. Если кто возлюбит отца или мать больше меня, меня не достоин. И если кто возлюбит детей своих, больше меня, меня не достоин. Мать, отец, дети. Кого же еще больше любить? Кажется, что может сравниться с материнской любовью? И почему Господь противопоставляет любовь матери к ребенку, которая является высшим проявлением человеческой любви, любви к нему? Неужели одна любовь может противопоставляться другой любви? Как понять эти таинственные, божественные слова? У Господа нету ни одного праздного слова. Каждое слово исполнено глубочайшим смыслом и имеет отношение к жизни нашей и к нашему спасению. Что значит возлюбить Господа? Некоторые люди думают, что любовь к Богу – это та же любовь, что к отцу или к матери, к детям, к жене или к мужу, к брату или к сестре, к друзьям своим. Эта любовь, очень человеческая любовь, имеет своей областью человеческое чувство, которое сильно воспламеняется. И многие знают, что ничего более сильного, чем любовь в жизни, они не переживали. И вот именно эта любовь распространяется на людей, близких нам, дорогим. Может ли так человек Бога любить? Трудно ответить на этот вопрос. Бога никто никогда не видел. Можно любить Господа Иисуса Христа, Его образ, Его жизненный путь. Но эта любовь будет всегда отличаться от той любви, которой мы любим наших ближних. А как же тогда требование Господа любить Его больше, чем отца и мать, чем брата и сестру, чем детей? Ничего так нельзя любить, как Бога. И вот некоторые люди, понимая по-своему эту любовь, начинают впадать в невероятную экзальтацию, в психически неувравновешенное состояние, думая, что чем больше они плачут, чем больше они внутренне переживают, тем они больше Бога любят. Да никакие наши чувства ни по отношению к ближним, ни к родным не могут быть достойными того, чтобы называться любовью к Богу. И вот теперь возникает вопрос, а что значит любить Бога? Мы слышим Слово Божие. Мы знаем, что Он от нас хочет. Каковы Его требования. Мы знаем Его заповеди. Мы знаем, что означает мир Божий. Мир Божий – это тот мир, который устроен по воле Божией, где главный закон бытия – Его Слово, Его заповеди. Это Его мир. Когда дети вырастают, то мать и отец, которые любят их больше жизни, может быть, естественно, от детей отдаляются, потому что дети отдаляются от родителей, даже сохраняя любовь к ним. Дети живут уже своей жизнью. Они устраивают свой мир. И мир детей очень часто не похож на мир родителей. И дети живут уже в другом мире. Они связаны с родителями, воспоминаниями о детстве, сердечным чувством. Но жизнь – порознь. Вот когда мы говорим о любви к Богу, мы говорим первую очередь о том, что вне зависимости от любых обстоятельств мы должны жить в Божьем мире. Мы не должны порывать с Господом. Мы должны жить в Его системе ценностей. Мы должны жить по Его закону. И никакое возрастание физическое, никакой переход из одного возраста в другой, никакие изменения по службе, никакое перемещение в пространстве не может и не должно нас оторвать от Божьего мира или от любви Божией, как об этом так замечательно говорит апостол Павел. Ни глубина, ни высота, ни широта, ни пропасти земные – ничто не должно и не может нас отлучить от любви Божией. от Его мира, от Его заповедей, от Его закона. Более того, эта любовь сохраняется на протяжении всей истории человеческого бытия. Хотя разные были человеческие устроения общества, разные законы, разные идеологии, разные политические конструкции, разные мировоззрения, но верующие люди на протяжении всей человеческой истории, по крайней мере, от воплощения Господа и Спасителя, были способны жить в Его мире. Именно это верность Господу и есть выражением нашей любви. И разве можно ее сравнить с отношениями родителей и детей, детей и родителей, которые являются приходящими, высокими ценностями, святыми чувствами, но приходящими. А пребывание в мире Божьем не приходящее. И именно поэтому Господь и говорит, «Если кто возлюбит другого больше, чем меня, меня не достоин. Если ты не живешь в Божьем мире, если ты от Него отталкиваешься, если Он тебе чужд, если Его законы тебя нервируют, возбуждают или оставляют безразличными, тогда никакой любви Божией». А почему же тогда тот человек должен быть достоин Бога? Он перестает быть достоин Его. И Господь покидает такого человека. А иногда покидает и целые народы. И в какой-то момент истории мы знаем, как Господь как бы отвернулся от нашего народа. А почему? А потому что очень многое было дано нам, нашим предкам. Совершенно удивительный исторический обод, потрясающие примеры святости, множество чудес. И люди отвернулись от Божьего мира и стали устроять свою жизнь по иным законам, которые никак не связаны были с волей Божией. И в какой-то момент мы перестали быть достойны Бога. И знаем, какие тяжкие испытания пришлось преодолеть. И сегодня, по милости Божией, происходит возрождение веры. Все больше и больше людей понимают, что ныжить нужно по Божьему закону, иначе просто круговерть, которую сбивает с пути, когда не видно дороги, когда все смешивается в некое заполненное чужой волей пространство. Любовь к Богу возвышает человека над всем, делает его очень сильным, потому что вооружает его правильной философией жизни, с которой он никогда не расстается. Любовь к Богу и исполнение божественных заповедей делает нас жизнеспособными, в том числе и способными сопротивляться злу, под какой бы личиной это зло нам не являлось. Жизнь по Божьему закону Закону Это есть единственная жизнь с большой буквы, а все остальное существование. Вот почему Господь и говорит, кто кого-то любит больше, чем меня, меня не достоин. И мы должны ответить на эти слова Господа не попытками искусственно экзальтировать свое внутреннее состояние, пытаясь замерить некую нашу любовь к Богу осмиренным, кротким и, что самое главное, доверчивым отношением к божественным словам и исполнением этих слов в нашей жизни. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok